Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Gameplay Ностальгия. Меня зовут Александр Маженок, и с сегодняшнего дня мы начинаем новое прохождение на канале, и это Assassin's Creed 2. Да, я решил выбрать эту игру. Именно она и откроет новый цикл прохождения на нашем канале, и, собственно говоря, новый цикл сезона на Gameplay Ностальгия. И сразу мы начнем играть после обновленной заставки, которая будет теперь меняться постепенно после начала каждого нового прохождения. То бишь, в Assassin's Creed вы сейчас увидите одну заставку, в какой-то другой игре будет другая заставка, в принципе, все как обычно, только будет еще и новая музыка. Итак, премьера новой заставки. Ну что ж, ребята, давайте начнем. Я зашел в историю, и у нас здесь вроде бы как начальная есть Desmond, да, но это я так заходил, просто проверял, как у меня с FPS и тому подобное. И теперь у нас еще есть две ячейки сохранения, мы выбираем вторую, и там начнем как раз играть. Так, давайте я назову ее по-своему. Gameplay Ност. Все, погнали. Меня зовут Дезмонд Майлз, я военнопленный. Это война, о которой я ничего не знал. Ее ведут те, кого я считал давно исчезнувшими. Тамплиеры и ассасины. Анимус показал мне истину. Я столько видел, столько пережил. Тысячи лет истории текли по моим жилам. И все благодаря этой машине. Они используют меня, чтобы найти какую-то вещь. Они называют ее яблоком. Это некий артефакт, одна из многих частиц Дэма. Эти артефакты позволяют тамплиерам удерживать власть. Попадет в руки тамплиеров, это изменит весь мир. Они хотят поработить всех нас. Когда они привели меня сюда, я боялся сопротивляться. Но теперь меня страшит то, что случится, если никто не будет им противостоять. Правда, я не могу бороться с ними в одиночку. Может, это и не нужно. Я встретил одну девушку, Люси. Кажется, она на моей стороне. Сейчас ее нет. Ее увел этот гад, Уоррен Видик и его хозяева тамплиеры. Я не знаю, что с ней станет. И что станет со мной. Я знаю только одно. Мне необходимо выбраться отсюда. И как можно быстрее. Меня зовут Дезмонд Майлз. Вот моя история. Окей, ребята. Ну что ж, честно скажу, я ни разу не проходил Assassin's Creed 2. Разве что только видел пару геймпоинных роликов. И то вне сюжетной кампании. Вот. Перед началом нашего прохождения я хочу сказать следующее. То, что в первую часть мы играли на нашем канале. Было это довольно-таки давно. И честно я вам скажу, что так получилось, что первый Assassin's Creed, который мы проходили с вами, он как раз менял ту эпоху прохождения игр, когда я менял тоже заставку. И, собственно говоря, и изменял музыкальную тему, которая играла на протяжении до момента, до конца июля этого года. Да, так служилось, что именно вот так вот оно все совпало. И теперь Assassin's Creed 2 начинает новую верху на нашем канале. Где именно музыкальная тема и заставка будет идти на протяжении следующих трех лет. Ну что ж, сейчас у нас на экране показывается вот такая картинка. Это, если я не ошибаюсь, то, что увидел Дэзмонд Майлз в финале первой части. Вот. И вот эту загадку он сейчас пытается как-то разгадать. Честно, я без понятия, что это все здесь означает, что здесь написано. Скорее всего, во второй части нам это раскроют. Прохождение будет совершенно слепое. Я, то бишь, знаю только то, что мы будем играть за Этсо Аудиторе. Это, собственно говоря, вся трилогия начнется. То есть вторая часть, Братство Крови, Откровения и, по-моему, все. То есть это трилогия Этсо. Ну что ж, нажимаем любую кнопку. Я нажму левую кнопку мыши. Погнали. Окей, сразу мы начинаем в нашей комнате. В той самой комнате, где мы и начинали. В первой части, откуда... Где нас, собственно говоря, и держат. Сейчас я подойду. Вот. Ну и все. Там, по-моему, у нас ванная. Пойдемте. Сюда, Дэзмонд. Да идем, идем, идем. Успокойся. Так. Че тебе надо? Залезай. Откуда кровь? Ты ранена? Слушай, у нас всего минут 10. Пока они не поняли, что случилось. Если мы не успеем убраться отсюда... Мы уезжаем? Дэзмонд, я отвечу на все твои вопросы. Позже. А сейчас просто замолчи и делай, что тебе говорят. И залезай, наконец, в анимус. Ладно. Окей. Все так резко и непонятно. Нам спросят залезть в анимус. Сейчас мы залезем, посмотрим, что от нас требует. Так. Объект 17. Дэзмонд Майлз. Объект 16. Секретно. Окей. Поиск данных о воспоминаниях. Найдено совпадение. Активация воспоминаний. Окей. Спинджи. Спинджи. Сиси. Прямо. Это мальчик. Любовь моя, мне диспетчер. Я был в банке. За мной послали. Я не опоздал? Дай его мне. Жовань! Шшш, любовь моя. Все будет хорошо. Ты будешь аудитория. Ты будешь комбатент. Перчо, комбати. Окей. Двигаться ногами. Это руки. Это руки. Это тело. Как мне... Ногами-то его подрыгать. Окей, это тап. Это не то. Окей, ногами пробел, руками шифт, сжатым кулаком, сжатым кулаком, вот так. Головой. Я еще и головой должен повертеть, как? Так, это не то. Альт. Что я должен еще сделать? А, все. Окей, наеда, боже. Слушайте, вот эта глотка у парня. И как мы назовем его любимый? Это все. Это все аудитория до Ференце. То есть... Сейчас, минуту. Вставай. Идем. То есть, прикол в том, что... Знаете, мне ничего не нравится уже сразу в Assassin's Creed. То, что... Тебе не указывают, на какую клавишу нажать. Вот. Скорее всего, портировано все с этого, с джойстика, того же самого, с геймпада консольного. И... Здесь просто показывает цвет. Допустим, ноги это зеленый цвет, руки это красный цвет. И ты не понимаешь, на что тебе нажать именно на компьютере. То есть, ты начинаешь думать, ага, типа на Shift, Окей, на Alt, там... Еще что-то на пробел, там, ногами шевелит. То есть, здесь приходится... Я не знаю сейчас, как... По-моему, в первой части то же самое было с управлением. По-моему, то же самое. Но там-то я привык. Сейчас придется здесь привыкать. Потому что в Assassin's Creed я не играл уже, наверное, где-то полтора года. Ээээ, минутку. У нас нет времени, Дезмон, надо идти. Окей, слишком много вопросов. И так мало ответов. Пошли быстрее, Майлз. Что, мы совсем сваливаем, да? Похоже, у Абстерга какие-то чокнутые дизайнеры. За мной. Эй, вам нельзя заходить сюда. Откройте дверь. Вызываю подкрепление. В лабораторию проникли посторонние. Повторяю, в лабораторию проникли посторонние. Уходим, скорее. Стеклянные стены? Мило. Протирать их. Вот они! Не дай им уйти. Нормальная тема. Черт! Черт, реально черт. Ты только посмотри на это. Так, нам сюда. Окей. А как же камера? Я включила старую запись. А как, по-твоему, мне удалось скрыть от всех твои ночные прогулки? У тебя талант. Да, все это говорят. За нами погоня. Нужно торопиться. Да, за нами погоня. Нужно торопиться. Осторожно. Окей. Нам нужен лифт на той стороне комнаты. Делай, как я. Не привлекай внимания. Лучше не лезть в драку. Окей, как скажешь. Только буду за тобой идти. Это что, Анимус? Не отставай. Да и не отстаю. Я за тобой пеку. Что за... И сколько их тут? Не отставай. Это Анимусы... Или Анимы. Ты как думаешь, Люси? Люси! Она все молчит и хочет ему... Не на что отвечать. Такой, знаете, типа... Дезмонд, заткнись, мать твою. Пожалуйста. Так. Черт. Я думала, что карточка подойдет. Похоже, это другая система, а кода у меня нет. Стой. Нажмите любую кнопку. Окей. Черт. Давай же. Как ты это сделал? Я не знаю. Это сейчас я сделал набор кодов. Это, собственно говоря, оно само. Это все ролик продолжается. То есть... То бишь, если вы не играли в ассоциейской 2, я вам объяснял. Идем. Он тут сам нажимает на них, и все. Я думаю, самому надо будет понимать. Одно, так другое. Кто был там в анимусе? Объект 16? Это у Ауди... Ауди кто-то? Мы ошиблись. Поэтому надо выбираться. Опасность исходит не от Видика и Тамплиеров. О чем ты? Расскажу, когда приедем. Куда? Ух ты, ёперный театр. Тут много ребят. Тут много ребят. Как и не сложно, убиваются-то, а? Смотри-ка, что делает, а? Погнали. Залезай. Шутишь? Это твоего же блага. Почти прибыли. Зачем его в покажнике перевозить? Надо, чтобы не запалили. Бедный Дезмонд. Спасибо. Это было классно. Ездить в багажнике, биться обо все углы. Я в восторге. Так, ты объяснишь мне, что происходит? Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд. Ясно. Нам нужна помощь. Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерго заменит яблоко Эдема. Карта, которую ты нашел, тому подтверждение. А ассасины... Они сделают все, что в их силах, но... Что? Мы терпим поражение, Дезмонд. Тамплиеры слишком сильны. Каждый день мы теряем кого-то из наших. Все равно не понимаю, при чем тут я. Мы обучим тебя. Ты станешь одним из нас. Ты же... Видела меня в деле? Я ничего не умею. На это уйдут месяцы. Нет, годы. Нет. Ты забыл про анимус и эффект просачивания. Но я же простой парень. Иногда большего и не нужно. Так вот почему. Почему вы нашли моего предка? Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь по его следам, то научишься всему, что умел он. За несколько дней ты приобретешь многолетний опыт. Ты вытащила меня из Абстерго просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? Дело не только в этом, но сейчас у нас нет времени на разговоры. Просто верь мне. Ладно. Уговорили. Что именно вам нужно? Правда? Ты уверен? Ты же радоваться должна, разве нет? Извини. Просто я немного удивлена. Я всю дорогу думала, как мне тебя убедить. Забудь. Я горю желанием посчитаться с этими ублюдками из Абстерго. Спасибо. Нежности, нежности. Еще одно небольшое отступление. Многие говорят, что вторая часть Assassin's Creed она лучшая в серии. То есть до сих пор в последующих частях не удалось переплюнуть по... Вообще, Assassin's Creed 2 в плане и сюжета, и геймплейных нововведений, и вообще всего-всего. Честно, без понятия. Я, может быть, сейчас, в 2017-м играю в Assassin's Creed 2 не пойму этого, потому что, ну, и так уже много частей. Есть еще... Давайте посчитаем. Первая Assassin's Creed, вторая Assassin's Creed 2, потом Brotherhood и Levelation. Это, так скажем, самостоятельные, большие дополнения ко второй части. Позже идет третья часть, четвертая, потом Liberation, это, то бишь, продолжение четвертой части. Оно было как отдельная игра на портативных консолях, потом уже сделали на ПК. Позже идет у нас... Ну, если так идти по системе возрастания игр, дальше у нас идет Rogue, потом Unity, и... по-моему, в конце у нас идет Синдикат. Да, по-моему, так. Ой, сколько же много ассасинов наклепали за 10 лет частей. Люси, у тебя получилось? О, какими судьбами! Боже, ведь 7 лет прошло невероятно! Да уж, добро пожаловать. А, так это и есть наш знаменитый Объект 17. Дезмот Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения, я Шон Гастингс, а это Ребекка Крейн. Рада знакомству, Дезмот. Что ж, мы отлично поболтали, а теперь, Дезмот, давай перейдем к делу. Время дорого, а сейчас и подавно. Люси, у нас уже все готово. Только скажи, и мы начнем. Вот, это тебе. Сувенир из Абстерго. О, блок памяти! Невероятно! С их данными дело пойдет гораздо быстрее. Я сейчас же займусь кодом. Она такая смешная, сейчас улыбку сделала и убежала. Окей, давайте осмотримся, что нам здесь предстоит сделать. Вот такой вот, собственно говоря, у нас небольшой офис, в котором находится библиотека. Давайте, кстати, сразу посмотрим, может быть, здесь есть какие-то отсылки и пасхалки. потому что, честно, с момента выхода, с момента нашего прохождения в Deus Ex Mankind Divided и вообще, в таких играх я последнее время стал очень часто замечать на подобные фишечки. Что это за ящик такой? Внизу, которая стоит то ли компьютер, то ли еще что, то ли блок памяти. Окей, что у нас тут? Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонд. Сущая ерунда, просто железки, на которых держится вся наша операция, знаешь ли. Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто, так что, извини, ознакомительного тура не будет. Шон заведует нашими архивами. Это что-то вроде цифровой библиотеки. А как ты будешь в анимусе, он подстрахует меня тут? Если займите что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее, сообщай нам, и шон даст тебе справку из базы данных. Да, но я занимаюсь не только базами, еще и предоставляю тактическую информацию другим ассасинам. Знаешь, тем, которые делом занимаются, рискуют жизнью и все такое. Хорошо, то бишь, у него здесь книжная библиотека, здесь у него цифровая библиотека. Окей. Дезмонд, не лезь. Хорошо, не буду лезть. Так, давайте к ней подойдем. Эй, слушай, я хотел поблагодарить тебя и извиниться. Извиниться? За то, что произошло в Абстерго. Это было просто... Я был не готов. Все нормально. Нет, я столько испытал. Узнал, что тамплиеры еще существуют, об их планах. Что сделано, то сделано. Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения. Хорошо. У меня видение. Я вижу странные символы. В спальне, шифр на клавиатуре, как у Альтаира. Это эффект просачивания. Ты получил не только воспоминания своих предков, но и их умения. В данном случае орлинное зрение. Умения? Ты стал более наблюдательным. Если все пойдет хорошо, ты узнаешь все, что Эцио узнает в анимусе. Думаешь, это сработает? Я в самом деле стану ассасином? Ты уже ассасин. Ты просто станешь лучше. Надеюсь, что гораздо лучше. Я же видел эти пленки из Абстерка. Ты даже не попытался бежать. Вот козел. Извини, Десна, но у меня дела. Поговорим больше. Хорошо, ребята. Давайте мы продолжим следующие серии. Вот. И посмотрим, что нас ожидать будет дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и продолжим уже в следующей серии. Постараюсь выкладывать Ассасин Крипт 2 как можно чаще. Всем удачи и всем пока.